Друзья, всех приветствую! Давайте посмотрим, какой талисман был подобран для клиента из города Москва. Видим такой большой красивый универсал, в самом топовом цвете темно-синий металлик, на больших красивых 19-х колесах. Это у нас инициали Париж комплектация, самая такая топовая. Это 2017 год выпуска, 150 тысяч настоящего пробега. Это у нас автомобиль из Европы, который пригнан и растаможен. То есть имеется электронный ПТС, все платежи уплачены и автомобиль приобретен. Итак, давайте поговорим о реальном состоянии данного автомобиля. Итак, хотелось бы сказать, что это мотор 1.6 турбо с одной турбиной 130 лошадей R9M. Роботизированная коробка передач с мокрым сцеплением, 450-я очень надежная. По сравнению с сухого типа коробкой у нас по состоянию шины в отличном состоянии. Стекла все оригинал, соответствуют году выпуска. Есть какие-то минимальные косяки, их немного. Они были отображены для заказчика. Диски-колодки тоже в хорошем состоянии у автомобиля. Есть акустическая система Bose, достаточно хорошо играет. Руль в отличном состоянии. Видим везде эти шильдики, напоминающие о комплектации, что это инициали Париж. Такие вот сидения из натуральной кожи, такие вот приятные на ощупь, выраженная боковина. Они имеют вентиляцию, массаж, а также подогрев. Вот видим опрессовка на коже на передних сидениях, что это инициали Париж. Есть большая стеклянная крыша с панорамой, с люком. Есть таманки в передних сидениях, которые можно выдвинуть, и будет отличная поддержка ног. На дальнем расстоянии очень это удобно. Видимо, аббревиатура EDC на селекторе. Селектор у нас в хорошем состоянии, не заточен, не запилен. Можно остудить или подогреть пятые точки. У нас большой монитор, мультимедиа. Есть электроприводы передних сидений. Все это прекрасно работает. Одна фишка еще из допов. Она не везде. Это доп-опция. Это двойной стеклопакет. Существенно снижает шум, шумоизоляции. Комфортнее ехать на автомобиле. Есть проекция, на которую выводится скорость, полосы, знаки. Так вот выглядит крыша. Ее можно закрыть, открыть. А также открыть люк, проветривание или полностью. В мультимедии мы видим отображение парктроников по округу. А также динамическая камера заднего вида. Задний ряд сидений. Есть такая солнцезащитная шторка в картах дверей. Очень просторный задний ряд сидений. Необычно видим. Вот есть мультимедиа такая для задних пассажиров. Два экрана телевизора. По-разному можно их называть. Есть беспроводные наушники по блютуз. Очень удобно ехать, наверное, с детьми на дальнее расстояние или со взрослыми. Поставили мультики или сериалы. Смотрите с удовольствием. Пятая дверь. Крышка-багажник и электропривод. Есть заводской фаркоп. Очень удобно его доставать и складывать. То есть он не заметен. Если понадобится, раз в пять лет можно его дернуть за трос. И он вылезет из-под заднего бампера. И можно без труда перевозить какие-то там прицепы и тому подобное. Вот так он работает. Сдернули, он выскочил. То есть все, он зафиксирован. Можно перевозить груз. Еще раз легким движением руки его нет. Такая вот электрокрышка. Очень удобная вещь. Фары у нас LED Pure Vision. Очень классный от них свет. Дальний и ближний. Есть большой ходовой огонь. Также видим тоже шильдик на радиаторной решетке. Также стеклянный значок, обозначающий, что на автомобиле установлен адаптивный круиз-контроль. Вся светодиодная техника, все фары в исправном состоянии. Все работает, мигает, как и должно это быть. Под капотом у нас установлен, повторюсь, 1,6-130 лошадей. 320 ньютонов на метр. Крутящий момент большой. Это R9M мотор. Очень хороший. На мой взгляд, это не с двумя турбинами. Хотя у всех, на этот взгляд, свои версии. Болты не крутились, крылья. И фары соответствуют году выпуска. 17-му турбина без маслоподтеков, теплообъемник, интеркулер. Все, ничего не течет, не потеет. По кузову есть у нас окрас. Это косметический окрас. Крыло не вырезалось, просто окрашивалось заднее левое. Но, как бы, не забываем, что автомобиль у нас с пробегом. Ни новый, ни с салона. Такой вот небольшой переход. Красилась она в Европе. Достаточно все качественно сделано. Ошибок по электронике нет. По езде вообще все замечательно. Коробка очень быстро переключает. Мотор очень динамично ее везет. Все ускоряется, рулится. Машина на фоконтроле, подруливающей задней подвеске. Дарится одни положительные эмоции. Наверное, буду заканчивать. У кого какие будут вопросы, спрашивайте. Всем обязательно хороших машин. Пишите комменты под видео. Я на них отвечу. Всем пока.